Ссылка на книгу в описании под видео. Общая. Культурная политика в послевоенный период и культурная политика в период оттепеля. Тезис. В послевоенный период и в период оттепеля культура находилась под жестким идеологическим контролем коммунистической партии, обоснованием. В послевоенный период и в период оттепеля социалистический реализм играл важную роль в культуре, что говорит об идеологическом диктате со стороны правящей партии. Дело в том, что соцреализм воспевал достижения социализма, мотивировал народ на подвиги ради светлого будущего, был создан коммунистической партией в целях коммунистической пропаганды. Принципы народности, идейность, конкретность. Например, в послевайный период вышел фильм «Кубанские казаки». Он показывает любовную драму на фоне изобилия социалистического соревнования, который показывал любовную драму на фоне изобилия социалистического соревнования. Речь героев пересыпана народными оборотами, пословицами, чтобы было ближе и понятно народу. В период оттепель Михаил Шолохов написал рассказ «Судьба человека». По рассказу режиссер Сергей Бондарчук снял фильм «Судьба человека». В этом произведении показана героическая судьба советского военнопленного, который сохранил себя в тяжелейших испытаниях. Через него показана героическая судьба советского народа-победителя. Народная речь – образцово-показательный злодей-фашист, предлагающий герою выпить за свою смерть образцово-показательный герой, который после первой не закусывает и тем самым показывает несгибаемый характер советского человека. Второй аргумент. В послевоенный период и период оттепель деятели культуры должны были состоять в официальных государственных и партийных организациях. Дело в том, что деятели культуры и искусства воспринимались как агитационные работники и бойцы идеологического фронта на службе у коммунистической партии и пролетарского государства. Соответственно, должны были подчиняться государственной и партийной дисциплине. Например, Союз писателей СССР объединял всех литераторов страны. Третье. В послевоенный период и в период оттепель партии и государства оказывали давление и применяли репрессии против деятелей культуры. Например, в послевоенный период вышли постановления о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, постановление о кинофильме «Большая жизнь» об опере «Великая дружба», в которых осуществлялись буржуазность, безидейность и искусство. В постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» прозвучала критика творчества Зощенко и Ахматовой. Поводом для него послужила публикация рассказа Зощенко «Приключения обезьянки». Зощенко был обвинен в безидейности, вульгарности и аполитичности. В постановлении, разъясняющих ее публикациях, содержались политические обвинения и оскорбления в адресах Ахматовой, Зощенко и других советских литераторов. Также Сталину не понравилась вторая серия фильма «Иван Грозный». По мнению вождя, режиссер Сергей Эйзенштейн представил царя неправильно. В период оттепель партии и государства также оказывали давление и применяли репрессии против деятелей культуры. Например, была организована травля Бориса Пастернака за его роман «Доктор Живаго». Писатели вынуждены вынудили отказаться от Нобелевской премии. Также Хрущев раскритиковал выставку авангардистов в Манеже. Ссылка на книгу в описании под видео.